Детская утренняя почта Егор Ермолаев и Лиза Анохина Сегодня в выпуске Кто решил, что лев это царь зверей? Почему ящерицы отбрасывают хвост? Как научить попугая разговаривать? Почему слоны боятся мышей? Ответы на эти и другие вопросы, а также много хорошей музыки далее в программе. Все изменилось вокруг Как только заиграла эта песня Кругу друзей и подруг С музыкой нам жить давно интересней И ты на месте не стой Давай поднимем небо выше руки Ноги, руки, танцуют люди И мы на месте не стоим Мы танцуем всем миром Яркие танцы красиво Яркие танцы даже нас танцуют Танцуйте и даже на луне Яркие танцы, лансы, голландцы, Танцуйте, танцуйте! Яркие танцы, даже нас танцит, Танцуйте и даже на луне. Яркие танцы, лансы, голландцы, Танцуйте, танцуйте! Всё изменилось вокруг, Зашкаливая тачки этого вида. Круг у друзей подруг, На танк в поле светом всё залито. И ты на месте не стойся, Давай поднимем к небу выше руки. Ноги, руки, танцуют люди, И мы на месте не стоим. Мы танцуем всем миром, Яркие танцы красиво. Яркие танцы, даже нас танцы, Танцуйте и даже на луне. Яркие танцы, Россия и китайцы, Танцуйте, танцуйте! Яркие танцы, даже нас танцы, Танцуйте и даже на луне. Яркие танцы, бунцы, пританцы Танцуйте, танцуйте! Танцуйте, танцуйте! Танцуйте и даже на луне Танцуйте, танцуйте! Танцуйте и даже на луне Мы танцуем всем миром Яркие танцы красиво Яркие танцы, даже иностранцы Танцуйте и даже на луне Яркие танцы, волцы, пританцы Танцуйте, танцуйте Танцуйте и даже на луне На земле обитают сотни тысяч видов Различных животных Травоядные и хищники Крошечные и огромные Домашние и дикие Что же вы о них знаете? Сегодня мы решили приоткрыть завесу тайн И рассказать о мире животных И начнем с вопроса Почему льва называют царем зверей? Вы можете мало знать об утконосе Вы можете не четко представлять себе Как выглядит ехидна или антилопа кнут Но как выглядит лев Знают все Даже если маленького ребенка спросить Кто царь зверей? Он не задумываясь ответит Лев Так почему же лев? Все просто Ему присуще то Что присуще царям Сила и власть Благородство А также невероятное попечение о семье Семья львов называется прайд Кстати пришло время посмотреть клип Каждый новый день Это новая строка Романа без начала Начало и конца Стань еще сильней Это все в твоих руках Весь мир вокруг прекрасным Ты сможешь сделать сам Так и знай Наше время пришло Сделай шаг Так и знай Это время любить и мечтать У тебя сто путей Впереди будет сто дорог Выбирай, будь смелей Просто знай, ты не одинок В твое время пришло В твое время пришло И весь мир у твоих днов Добро непобедимо Мы все одна семья Выпьется на свет Даже крохотный росток Любые испытания Случаются не сняв Так и знай Наше время пришлось сделать шаг Так и знай Это время любить И не решать У тебя 100 путей Впереди будет сто дорог Выбирай путь велей Просто знай, ты не одинок Твое время пришло О-о-о-о-о, твое время пришло. О-о-о, твое время пришло. Сделай шаг, так и знай Это время любить и мечтать У тебя сто путей, впереди пусть сто дорог Выбирай, будь милей, просто знай Ты не одинок, так и знай Наше время пришло, сделай шаг Так и знай, это время любить и мечтать У тебя сто путей, впереди пусть сто дорог Выбирай, будь милей, просто знай Ты не одинок, так и знай Твоё время пришло Твоё время, твоё время Твоё время пришло Твоё время, твоё время Твоё время пришло Предлагаю перейти к следующему вопросу И звучит он так Почему ящерица отбрасывает хвост? Хвост для животных очень нужная часть тела Особенно для посмыкающихся Змеи и ящерицы используют его для передвижения по местности Плаванье и прыжков Некоторые ящерицы с помощью хвоста Могут даже передвигаться на задних лапах Плюс хвост является продолжением туловища И чем он длиннее, тем длиннее кажется сама ящерица А размер тела для присмыкающихся Имеет большое значение Ведь кто больше, тот и главнее В минуты опасности ящерица может сбросить хвост Но сделать она это может лишь один раз в жизни Дело в том, что в хвосте расположены специальные позвонки Испуганные животные начинают резко сокращать мышцы Хвоста и позвонки легко разрываются А почему ящерица сбрасывает хвост в минуту самой большой опасности? Потому что это отвлекающий манёвр Отпавший хвост продолжает шевелиться Всё внимание врага переключается на это действие Поэтому юркая ящерица может легко сбежать с поля боя Правда, уже без хвоста Очень интересно! Давайте сделаем музыкальную паузу И продолжим нашу увлекательную беседу Коснись рукой белых клавиш Буквы сложатся слабо, но ты в музыку И улыбнись легко, ты же знаешь Сделать мир добрее, главное — любовь Ты только держи друга за руку Разрешите музыке Мир справить взрослые Разрешите споры Хором детских голосов Разрешите взрослые Превратиться в прошлое Вольном слуге помните Главное — любовь Разрешите музыке Мир справить взрослые Мир справить взрослые Разрешите споры Хором детских голосов Разрешите взрослые Превратиться в прошлое Вольном слуге помните Главное — любовь Разрешите музыке Мир справить взрослые Разрешите споры Разрешите споры Хором детских голосов Разрешите взрослые Превратиться в прошлое Вольном слуге помните Главное — любовь Главное — любовь Вольном слуге помните Главное — любовь Вольном слуге помните Вольном слуге Вольном слуге Вольном слуге Вольном слуге Вольном слуге Вольном слуге Я боюсь совсем ничего, когда я так, кто укрил меня крыльями. Я не вернусь туда, где лишь боль. Я верю в любовь, мы будем счастливы в них. Поднимаем в небо глаза, кто-то сверху знает, я все смогу, 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 смогу. Ничего не бойся, я рядом, никого не слушай, не надо. Этот цвет внутрь я так берегу. Я не боюсь совсем ничего, когда я так, кто укрепит я крыльями. Я не вернусь туда, где лишь боль. Я верю в любовь, мы будем счастливы в них. Мы будем счастливы в них. Я не боюсь совсем ничего, когда я так, кто укрепил меня крыльями. Я не вернусь туда, где лишь боль. Я верю в любовь, мы будем счастливы в них. Ну а теперь пришло время поговорить о том, почему слоны боятся мышей. Неужели они такие трусы? На самом деле слонов нельзя назвать трусливыми. Они просто очень осторожные, поэтому к любым шорохам и шумам относятся очень подозрительно. А еще ученые пришли к выводу, что слона пугает не сама мышь, а ее писк. Слоны ужасно недолюбливают своих соседей в Африке, видоносных пчел. Когда слоны слышат мышиный писк, первое, что они пытаются понять, не пчелы ли это. Кстати, слоны обладают отличным слухом. Значит, следующая песня им обязательно понравится. Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах. В них струной напряжённо звенья выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас. Над дорогой длиной в одну жизнь моя песня, как птица кружит. И в слетенье и рум, и в сиянии глаз мы вместе. Бьётся колокол сердца в ладонях моих мы вместе. Все слетая преграды разрушают все стены, мы вместе. О-о-о-о-о! Мы вместе! Желтый лист упадет на простой ад унис, Бьется память в исках. Вспоминай, все, кто верил, потерянный рай. В небеса улетят в наших дней голоса, Но останется песней роса, Растворенная в ваших глазах. И в плетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, Мы вместе. Все светая преграды разрушаем все стены, Мы вместе. Мы вместе. Снова жизнь по тропинке ребенком бежит, Новый век по спирали кружит. И в плетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, Мы вместе. И в плетении рук, и в сиянии глаз мы вместе. Бьется колокол сердца в ладонях моих, Мы вместе. Все светая преграды разрушаем все стены, Мы вместе. Мы вместе. Мы вместе. Все прекрасно знают, что медведи зимой попадают в спячку. Давайте разберемся, из-за чего это происходит. Медведи это очень крупные млекопитающие. В зависимости от вида, вес косолапого может быть от 150 до 350 килограммов. А некоторые, например, камчатские медведи, Могут вообще весить до 700 килограммов. Представляете, сколько нужно пищи такому великану? А зимой, как известно, нет ни ягод, ни листьев, И тем более меда. Поэтому спячка напрямую связана с тем, Что медведю просто не хватает зимой еды. Обычно спячка продолжается 4-6 месяцев. Правда, если зима выдается не слишком суровой. И время от времени на небе появляются лучики солнышка. Медведь, почуяв тепло, Может, не несколько раз за зиму выйти из своей берлоги. Интересно. А следующая песня могла бы разбудить медведя? Давайте сейчас и узнаем. Медведь, почуяв тепло, Темнее ночи средь бела дня, Зверкают глаза от гнева, Охота неравная на меня, Раны под платьем белым. Я буду смелой, я буду опять летать, летать. Кто-то плавится где-то леним, За горизонтом вдали, А я выбираю быть белой вороною, Между людьми. Я ворону на барана, Мне нисколько не больно, Но чуть больше ты медлежь давай. Размотив всюду камни, Я другую не стану, Кто-то белый вороной всегда. Мне говорят о чёрной запачкой перья и все дела, Всем не дают покоя, Мои белоснежные два крыла, А я поднимаюсь в небо, Зверкая на солнце своей чистотой, Я выбираю белый, белый. Я ворону на барана, Мне нисколько не больно, Но чуть больше ты медлежь давай. Посмотреть всюду камни, Я другую не стану, Кто-то белый вороной всегда. Я ворону на барана, Мне нисколько не больно, Пусть не сможешь ты медлежь давай. Посмотреть всюду камни, Я другую не стану, Кто-то белый вороной всегда. Бросай! Солнце плавится где-то ленив, За горизонтом вдали, А я выбираю, Выселой вороною между людьми. Я ворону на барана, Мне нисколько не больно, Кто-то белый вороной всегда. Я ворону на барана, Посмотреть всюду камни, Я другую не стану, Кто-то белый вороной всегда. Бросай! Я ворону на барана, Мне нисколько не больно, Но чуть больше ты медлежь давай. Давай, давай, давай. Посмотреть всюду камни, Я другую не стану, Кто-то белый вороной всегда. Ворону на барана, Вот так быстро подошел к концу Этот выпуск детской утренней почты. Надеемся, вы сегодня узнали Много нового и интересного. А с вами были Лиза Анохина И Егор Ермолаев. Увидимся очень скоро На телеканале Карусель. Пока-пока! Пока-пока!